Всем привет из солнечного Неаполя! Сегодня с вами я, Татьяна Блогер. Сегодня я хотела всех вас, мои дорогие подписчики, поздравить с наступившим 2022 годом. Пожелать крепкого здоровья, терпения, везения, счастья, удачи и всех благ, которые вы сами себе желаете. Мы сейчас живем в такую интересную эпоху, когда все наши желания быстро исполняются, всех нас настигает быстро карма. И в такое скоростное время нам, прежде чем что-то сделать, нужно много раз подумать. По этому поводу сегодня я решила снять видео на тему, как я сделала третью вакцину и чем это все дело обернулось. Я могла бы и не рассказывать с экрана об этом, но, вы знаете, подумала и решила, что все-таки, возможно, кому-то будет, да, может не кому-то, а вообще полезна будет эта информация. Сделала я два раза Pfizer и наслышана была тем, что многие имеют какие-то реакции после первой, после второй вакцины. Тем более я сама лицезрела своих любимых доторо-делаворо, у которых я работаю. И даже ночевала со своей подругой, чтобы посмотреть, как пройдет и первая доза, и вторая, потому что были симптомы, была температура. И лучше, когда люди находятся вместе, хотя бы там помочь водичке стакан подать, это и так понятно. Вот, ну, поэтому я была уверена, что со мной будет тоже что-то там в виде температуры или хотя бы каких-то болевых ощущений. Но первый, второй прием вакцины у меня прошел без всяких симптомов. И первую вакцину у меня, возможно, опухло только то место, куда меня укололи. Может быть, два дня не могла поворачиваться на этот бок. Все. Второй раз вообще было, ну, никак, никаких симптомов абсолютно. Что сначала меня поразило, потом мы почитали с Валерией, что все нормально, если реакции никакой нет, не значит, что я там болею или заболею, или организм не борется. В общем-то, мы успокоились и не стали больше думать об этом. Ну, и вот третью дозу, когда я уже сделала перед Новым годом, скажу вам честно, не очень не хотелось ее делать раньше, чем пять месяцев, которые наступили. Но поскольку мой работодатель настоял на этом, более того, предоставил мне выходной день во время вакцинации, я уж не знаю, всем ли предоставляют выходной день в этот день. Но я вам хочу сказать, что в этот день, когда делают вакцину, дать выходной день – это одно. А вот намного лучше, если бы давали дни выходные после вакцины два дня, которые с вами неизвестно, что может случиться, что, в принципе, произошло со мной. Я сделала третью вакцину в последний понедельник уходящего года. И впереди предстояла еще целая рабочая неделя. Я думала, что никаких симптомов у меня не будет, поэтому легко, так, играючи пошла на этот шаг. Не соизволила даже напрячься и поехать где-то далеко от дома, а вот в зоне досягаемости, чтобы пешочком даже пройтись. Не поехала я ни в Фори Грота, ни пошла я ни возле порта делать, ни в Каппадемонте, где большие площади, где можно спокойно себе пройти без очереди и выбрать, самое главное, выбрать, какую вакцину вам будут делать. Я пришла в Азу, в зоне Вомера. После Натали я думала, что там не будет никакой очереди. Но оказалось, ни одна я такая была хитрожопая, которая решила сделать без очереди эту третью вакцину. Вот, но поскольку мне дали выходной, я решила потусоваться в этой очереди, постоять. Да, засняла даже ролик. Час пришлось мне там торчать в этой очереди. В общем-то, напряжно, скажу вам честно, на ногах, как-то не продуман вот этот момент, стоять в очереди, ну бог с ним. Неаполитанцы, они очень, скажу вам, в одном смысле организованы, в другом смысле вообще не организованы. Поэтому тут удивляться нечему. И раз уж я так немножко упомнила, то хочу вам сказать, что, наверное, с этого года мой канал сильно изменится, потому что на сегодняшний момент я столкнула с большими временными трудностями, которые связаны с получением пермеса де Соджорна, документов, которые я стала делать по санаторию. И вот, скорее всего, на эту тему я буду снимать ролики, потому что есть такие моменты, которые вот меня возмущают. И я думаю, не только меня, и поэтому свою презрительную афию я хочу сказать с экрана. Ну, да бог с ним, сегодня не об этом. Сегодня я хочу сказать, что, значит, когда мне сделали третью вакцину, я, естественно, пришла домой. Побыв дома, ну да, припухла немного рука, я даже как-то не стала принимать никаких таблеток для того, чтобы предотвратить какие-нибудь последствия. Первый день прошёл бессимптомно, вот, в стадии релакса, вот, я даже предположить не могла, что будут какие-то симптомы. И почему о них я решила вам рассказать, потому что то, что пережила я, я не хочу, чтобы кто-то переживал из вас. Возможно, кто-то посмотрит это видео и предпримет какие-нибудь действия, чтобы предотвратить данные последствия. Значит, на второй день с утра, как обычно, я проснулась, стала собираться на работу, умываться, да, завтракать, принимать душ. Все утренние процедуры и вот уже практически собравшись на работу, я почувствовала такое лёгкое недомогание. Ну, какие симптомы, скажем, лёгкого недомогания я почувствовала? Я почувствовала, как вот во время простуды вы чувствуете, что где-то у вас там побаливают мышцы, где-то у вас там что-то в теле поламывает. Вот такие первые симптомы, скажем, гриппа, первые практически симптомы, все их знают. Вот, естественно, единственное, что у меня не было, никакого насморка. У многих, говорят, бывает головная боль. Ну, у меня, скажем, где-то там далеко в голове, где-то очень далеко, не болела голова, у меня она кружилась. Вы знаете, просто вот кружится, когда ты хочешь пойти, а у тебя под ногами движется вся земля. Вот так она у меня кружилась. Когда почувствовала такие симптомы, в общем-то, я несколько попыток сделала пойти, но остановилась и стала созваниваться с работодателями и говорить, что я себя вот так вот плохо чувствую, действительно плохо. Все итальянцы, они идут навстречу, потому что, я не знаю, как у вас, но те, с кем я общаюсь, они уже по третьей дозе прошлись. После вакцины день или два они никуда стараются не выйти. Ну, позвонила я работодателю, осталась дома и после этого вот просто завалилась в кровать. Вот, знаете, полежечный режим у меня начался. Головокружение было настолько большое, что идти никуда я не хотела. Я хотела просто прилечь и просто лежать. Я даже не могла смотреть фильмы, я даже не хотела включать компьютер, отвлечься, допустим, там поработать, как я люблю это делать. Я просто легла на кровать и просто отлеживалась. Но во время обеда, вы знаете, самое интересное, что аппетит зверский. Вот кушать вам, когда положено кушать, мне лично очень хотелось. Поэтому во время обеда я, естественно, поднялась и пошла поискать чего-нибудь поточить. После приема пищи я приняла уже первую таблетку тахиперина. Ну, это самый распространенный антибиотик в Италии. Я приняла эту таблетку, улеглась опять в кровать. К вечеру этого же дня у меня стала подниматься где-то после часов четырех. У меня начала подниматься уже температура. После приема очередного пищи я уже не дожидалась, когда температура поднимется высоко, потому что голова опять кружилась. И добавилась к этому еще и головная боль. Но самые неприятные болевые ощущения я ощущала в суставах. Ребята, такое ощущение, что вам выкручивали руки, выкручивали ноги, выкручивали спину. Вы знаете, даже просто находиться в кровати и ощущать вот эти болевые симптомы даже при приеме таблетки. Это невыносимо, я вам скажу. Я не знаю, что такое болезнь этот COVID, но я представляю, какие болевые ощущения могут испытывать люди, потому что мне показалось, что я заболела этой болезнью, что вот этот прием вакцины спровоцировал у меня такие болевые ощущения. Или мой организм недостаточно справлялся с этой вакциной. В общем-то, ребят, я уже не знаю, что думать. Но, во всяком случае, второй день прошел у меня в полном болевом соке. За весь день я приняла одну таблетку, больше я не захотела принимать, потому что я вот до сих пор не могла поверить, что мне, здоровому организму после двух моих вакцин, когда я вообще не принимала никаких таблеток, не понадобилось принимать антибиотик. На второй день уже, получается, третий после приема вакцины, утром я проснулась опять, вы знаете, замечательно, в хорошем настроении и без каких-нибудь симптомов. Хотя ночь пережила я очень, скажем так, с болевыми ощущениями. Но утро было прекрасным. Опять я проснулась, и я думала, что опять я пойду на работу. Но не тут-то было. Опять после приема пищи у меня случились болевые симптомы. Но кроме головной боли, кроме головокружения, у меня мгновенно началась ломка во всем теле. Вы знаете, я вспомнила о наркоманах рассказывают, какие у них ломки бывают. Я уже чуток не думала, что с моим организмом происходит. Ну, в общем-то, ничего не хотелось. Хотелось просто куда-то засунуть свою голову, ноги, руки, чтобы поскорее это все дело закончилось. Третий день у меня прошел точно так же, как, скажем, и второй. Очень большие болевые ощущения в мускулах. Мускулы просто болят невыносимые. Мышечная боль настолько одолевает, что ни о чем, кроме боли, вам не хочется думать. Вечером мне позвонил мой работодатель и спросил, как я себя чувствую, потому что я все время на связи. Мне все время звонят. Мне все время спрашивают, как я себя чувствую, какие болевые ощущения. Подсказывают, когда таблетку пить надо. Я сказала, ты знаешь, намного лучше. Но я уже боюсь что-то говорить. Потому что каждое утро я просыпаюсь и говорю, мне хорошо, потом я принимаю завтрак и все. И мне хреново. И у меня такое состояние, что я хочу просто куда-то забежать, не то, чтобы пойти на какую-то работу. В общем-то, в четверг я на работу тоже не пошла. И не дожидаясь уже никаких температур, я уже с утра начала прием медикаментов. За четверг я уже приняла, скажем, три раза медикаменты, не дожидаясь никаких болевых симптомов. Потому что у меня уже так все наболело, что я уже не хотела даже этого всего ощущать, слышать и тем более понимать. Что я могу сказать по этому поводу вам и какие я могу вам дать рекомендации после того, как я это все дело пережила? Последнюю вакцину я сделала, которая называлась Модерна. Возможно, если бы я сделала Пфайзером, не было бы таких симптомов. Ну, может быть. Хотя я не знаю. Потому что я сделала сразу Модерну. Да, потом мне уже сказали, что Модерна очень дает хреновые, скажем, симптомы, которые пережила я, именно тем, кто помоложе. До 50, после 50 лет. Вот после 60 лет говорят, что таких уже симптомов совершенно люди не ощущают. Чтобы там ломило, чтобы встать не могли. Да, какие-то есть симптомы. Да, головокружение. Да, головная боль. Но не так, чтобы прям умирать, подыхать. Невозможно встать и лежать пластом. Как пролежала я 3 дня. Поэтому, что могу порекомендовать вам я, когда вы будете идти на третью вакцину? Рекомендую людям до 50 лет все-таки делать Пфайзер. Во избежание вот таких вот последствий или симптомов, которые были у меня. Даже если вы делаете Модерну. Ну, тогда, если вы делаете, учтите, что вам 3 дня может быть плохо. И обязательно возьмите, сделайте хотя бы в последний рабочий день, вот в пятницу, кто работает, впереди 2 выходных, суббота, воскресенье. Или возьмите выходные дни на работе, чтобы вы могли вполне нормально отлежаться. И у вас не получилась вот такая вот катавасия, там накладки какие-то. Но не рекомендую делать так, как я сделала в начале рабочей недели, в понедельник. И до четверга я практически уже не работала. Всю неделю перед Новым годом я уже не работала. Ну, никак. Мы, конечно, посмеялись с моей подругой, что у меня получились такие выходные. Но я вам скажу, не дай Бог вам такие выходные. Это, ну, врагу не пожелаешь таких выходных. Это не выходные, это наказание или за свою беспечность, или за свою неграмотность. Я уже не знаю, как назвать. Поэтому я снимаю это видео для того, чтобы вы, возможно, в дальнейшем могли избежать каких-то ошибок, которые сделала я. Я вам советую настоятельно, если у вас есть такая возможность, все-таки тем, кому до 50 лет, не делать эту модерну. Я не знаю, что это за вакцина. Возможно, у кого-то не бывает таких последствий. Но у меня молодой, я считаю, здоровый организм. Я очень редко обращаюсь к врачам. Практически исключено. В редких случаях, когда я могу обратиться к стоматологу, к терапевтам, я вообще никогда не обращаюсь. Последний раз я была у окулиста, потому что мне нужно было выписать рецепт очков. Все, к другим специалистам я обращаюсь крайне редко. И какими-то гриппами, шмипами я уже забыла, когда я болела. Наверное, перед пандемией я последний раз делала в школе вакцину против гриппа. И то она прошла в легкой форме. Или вообще ее не было, я уже даже не помню. Но я ее сделала, потому что ее делали бесплатно, на всякий случай. Знаете, как нам. Лучше перебить, чем недобдеть. Поэтому рекомендую всем вам, дорогие мои телезрители, все-таки прислушаться к тому, что я вам говорю, чтобы избежать всевозможных последствий. И если все-таки у вас так получилось, и вам нужно сделать модерн, то учтите, что вам впереди нужно иметь запас выходных дней для того, чтобы отлежаться просто и ничего не делать. Запаситесь терпением, водой, таблетками, продуктами и спокойно идите, делайте эту вакцину. Потому что я не знаю, как в других странах, но у нас в Италии просто без этого грин-пасса, ну, вы не сможете никуда пойти. Начиная от поездки в метро и скоро, наверное, дойдет дело до посещения магазина. В театр, пожалуйста, вам нужно предъявить грин-пасс с тремя дозами. В ресторан вам нужно предъявить грин-пасс с тремя дозами, минимум с двумя. Если вы просто делаете тампон, вас не пустят даже в ресторан. Вам нужно обязательно иметь грин-пасс. После того, как я сделала вакцину, буквально на второй день, когда мне еще хреново было, когда я еще дома тут валялась в конвульсиях, вот, мне пришел на e-mail код, по которому я смогла уже никуда не ходя сделать грин-пасс с третьей дозой. Хотя первые две я не могла сделать очень долго. Какие-то там были проблемы с моими документами, потому что у меня нету кодичи фискалия, скажем, такого, как имеют итальянцы. Он у меня временный. Но с третьей уже вакцины не было никаких осложнений. Я, сидя дома, зайдя просто в интернет, сделала сама себе этот грин-пасс, закачала на телефон, имея его. Сделаю видео, куда я заходила, на что я нажимала, как я его получала. Если кому-то будет полезно, да я только за двумя ногами и руками. Вот, в принципе, вся информация, которую я хотела с вами сегодня поделиться. В заключении я вам хочу сказать, будьте здоровы и берегите себя. До новых встреч в моих видео. Пока-пока. С вами была блогер из Неаполя Татьяна.